Микс Ньюс Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Зима близко». В студии в Риге работает Вадим Родионов. На связи из Берлина профессор-культуролог Денис Ханов. Денис, здравствуй. Здравствуй. И звукорежиссер Родион Золотарев с нами сегодня. И планируем мы сегодня обсудить с вами следующую тему. Кому нужна демократия? Так мы ее сформулировали сегодня. Верно. Я думаю, что импульсом для нашей сегодняшней беседы опять смог стать Фейсбук, в котором есть целый ряд групп и очень интенсивная дискуссия, в том числе и на тему политических событий в Латвии. Роспуск Рижской Думы, а также попытки распустить латвийский сейн, парламент. И тот поток информации, за которым я могу следить, он совсем небольшой, но дает много импульсов для размышлений. В том числе и то, что многие участники этих дискуссий задают себе вопрос, а действительно ли демократия нужна в Европе, в Латвии, не опасна ли она. И несколько наиболее ярких комментариев зашли настолько далеко, что спросили, не демократия ли привела Гитлера к власти. И я в какой-то момент вступил в эти дискуссии. Не буду сейчас утомлять наших радиослушателей передачей информации о том, о чем мы говорили. Но основная суть как раз и стала импульсом для сегодняшней нашей беседы. Кому нужна демократия и что мы подразумеваем под этим понятием? Мы знаем, что это одно из наиболее распространенных слов или понятий, от которого можно устать, которое, условно говоря, у всех на устах. И в то же время, так или иначе, если мы следуем, скажем, высказывания Уинстона Черчилля, да, демократия неполноценна и плоха, но лучше, чем демократия ничего не придумали. И именно поэтому, когда я слышу или читаю реплики о том, что демократия привела диктаторов к власти, то я задаю себе вопрос, действительно ли мы имеем право сказать о том, что демократия есть прямая дорога к диктатуре, и что демократии как политический режим и политическая культура опасны. Я думаю, что участники чата неправы, я думаю, что они проводят слишком короткий отрезок между демократией как таковой и тем, что демократия не смогла сработать, тем, что демократия в каком-то конкретном государстве, в какой-то конкретной ситуации провалилась, не смогла выполнить свои функции, не предостерегла людей от диктатуры, которая длилась 12 лет, в Советском Союзе она длилась очень долго. И в любом случае, так или иначе, я поэтому подумал, что, может быть, Вадим, сегодня было бы важно поговорить о том, что мы подразумеваем под демократией, но скорее не с точки зрения учебников политологии или конкретных теорий, а с точки зрения той мифологии, которая циркулирует в публичном пространстве и где мы видим подобные реплики. Но здесь я хотел бы все-таки акцентировать внимание действительно на последних событиях, которые происходят в Латвии, потому что я написал несколько колонок на эту тему, и меня это действительно всерьез беспокоит. Беспокоит то, что происходит в Рижской Думе, можно по-разному относиться к партии Согласи и к той коалиции партий, которые власти Рижской Думы удерживали последние 10 лет, но тем не менее, когда под неугодную, с точки зрения правящей коалиции, команду партий подгоняются конкретные законы, мне это не нравится, потому что все-таки должна быть, Фемида должна быть слепа, демократия в таком классическом понимании должна относиться ко всем одинаково. Сейчас мы видим, что если бы, я предполагаю, если бы коалиция в Рижской Думе занималась такими же делами, но была своей, то, скорее всего, никто бы ее не разогнал. Вот такой вопрос у меня возникает, и ответ на него, ну, как мне кажется, очевиден, не разогнал. Это первый момент, и второе, то, что сейчас происходит с портами, потому что Венсполский порт и борьба с Лэнбергсом, а Рижский порт берут уже просто за компанию, перенятие под контроль государства, опять же, вызывает очень много вопросов. И общество, как мне кажется, реагирует на это в зависимости от того, кому оно симпатизирует. Если, допустим, значительная часть общества симпатизирует коалиции правительственной, то она готова принять, и такие действия, как мне кажется, это очень такая опасная история. Вот как ты это оцениваешь? Я думаю, что одна из основных проблем латвийской демократии, это как раз то, что, опять же, можно найти в Фейсбуке в качестве критики. Условно говоря, я процитирую одного из участников дискуссии, этнократию видел, демократию не видел. И тем самым получается, что одним из слабых мест латвийской демократии, которая, в принципе, в начале 90-х годов смогла, во-первых, состояться, во-вторых, она состоялась до такой степени, что мы приняты в европейское сообщество. Это, прежде всего, не военный союз, как НАТО, а это союз ценностей, это союз государств, которые разделяют идеи либеральной демократии, плюрализма. К сожалению, в европейском сообществе очень много, скажем, плохих школьников, двоечников, таких как Польша, Венгрия, в какой-то степени Чехия идет в том же самом направлении. Так что те страны, с которых демократия в Восточном Блоке начиналась, и те, кто, условно говоря, подточили основы советского режима на территории Восточной Европы, эти страны снова возвращаются в нечто авторитарное. Мы видим, что творится с Орбаном, это уже почти культ личности. Мы видим, что происходит в Польше с некоторой фальсификацией истории и так далее, и так далее, с реформой, скажем, судебной власти и прочее, прочее. Так что, к сожалению, мы видим, что те революции конца 80-х годов, они, к сожалению, не оказались, скажем, невозвратными, то есть кое-что можно вернуть из прошлого. Что касается Латвии, то мы оба хорошо знаем с тобой, мы нередко посвящали это в наши беседы. У нас есть несколько проблем. Первое, мы застряли в этнически разделенном прошлом. У каждого, мы видели это по нашим с тобой последним передачам, у каждой общины есть свои страхи, свои травмы, свои претензии, через которые они не могут переступить. Это касается и латышского населения, и русскоязычных. Мы видим всевозможные образы, фантазии из прошлого, которые болят. Фантомные ли они, или реальные, неважно. Реально то, что это угрожает демократии. Что такое демократия в моем понимании, как не политолога? Это общее пространство, в котором разные культуры могут находить свое место, они там признаны публично, они не отодвинуты в какой-то частный сектор и пространство, где можно, условно говоря, заниматься этнографией. Они имеют право быть как независимые и равноправные участники политического процесса. Это означает, по сути дела, то, что в английской лексике означает recognition или признание, а признание возможно только через участие. Поэтому здесь мы сразу же натыкаемся на одну из основных проблем латвийской демократии, это политическая культура по этническому признаку. Мы, с одной стороны, слышим со стороны политической элиты, неважно, пабрикс часто употребляет это, и латвийский президент, и так далее, что у нас нет двухобщинного государства. С другой стороны, целый ряд наших, скажем, радиослушателей, ну и экспертов говорят о том, что в быту у нас действительно существуют, скажем, миры, в которых мы сходимся вместе по признаку языка и, может быть, интерпретации истории. Я не думаю, что это прямо-таки закрытые языковые пространства. Напомним о том, что у нас очень много смешанных браков, а раз такие есть, значит, есть люди, которые находятся между культур. Но есть вот эти пространства боли, памяти и мифологии, потому что ведь боль нередко потом превращается в миф, который объясняет нам, почему нам больно, и так это нас немного может утешить. Я не хочу сейчас вдаваться в какой-то психоанализ, потому что я ничего в нем не понимаю, это было бы вульгарно. Но то, что мы видим и по, скажем, условно говоря, назовем это сюжет Сушаковым, и та же Фемида, о которой ты говоришь, мы видим, скажем, законодательство, которое манипулируется во многом не по признаку политических воззрений, а по признаку того, как то или иное решение воспринимается той или иной политической и этнической общиной. Скорее этнической, чем политической. Потому что, опять же, мы видим, что да, верно, русскоязычные есть в разных партиях, и Сасканя, или же Русский Союз не являются единственным прибежищем. Мы можем найти таких и в единстве, мы можем найти таких даже в странной комбинации национального объединения. То есть, на самом деле, все это вполне возможно, таковы были и в народной партии, и так далее. Так что, в принципе, в этом смысле мы все-таки пересекаем границы этнического. Одна из основных проблем – это, конечно же, не граждане. Это затянувшаяся боль, которая в начале 90-х не могла не выразиться в таком законодательстве, в котором она была. Это то, что, по сути дела, является основной болевой точкой русскоязычного населения. Мы видим, что часть участников демократии является только зрителями. Мы уже 150 раз говорили о том, что да, можно в течение полугода натурализоваться и стать гражданином, и я к этому все время призываю. Призываю, как правило, без особого успеха. Но факт остается фактом. Для многих людей не участвовать теперь является формой участия. Именно поэтому, когда доходит дело до функционирования, по сути, дело технического аппарата. Рижская дума, я вообще, на самом деле, возможно, звучит несколько примитивно, и политологи сейчас возмутятся, но я вообще считаю, что создавать так называемые правительства в городах и в столице, в том числе, это, по сути дела, просто расширение зоны влияния политиков и партии Сейма. То есть, в принципе, я вижу думы, в том числе и Рижскую думу, без каких-либо парламентских форм. Это должна быть, по сути дела, структура, близкая к завхозу. Вот в школе есть завхоз, еще где-то есть завхоз. То есть, это классическая, быстро функционирующая структура, которая не должна нести в себе отпечатки или, условно говоря, копировать парламент, фракции, оппозиции или еще что-то. Этого быть не должно. По сути дела, это должен быть... Здесь я как раз выступаю за технократов, которые должны были бы просто-напросто, условно говоря, отчитываться правительству, а так это, думаю, все равно под отчет на конкретном министерстве, то за выполненные, скажем, планы развития города, они должны отчитываться и, в принципе, должны нести в себе только хозяйственную роль. Так как Рига есть один из немногих ресурсов для политических партий, то, естественно, Рига кормит. Рига кормит партии, дает позиции, должности, места, гонорары, зарплаты и так далее. Все это вполне понятно. К сожалению, именно это превращает Ригу в поле борьбы, где легче всего участвовать, если ты можешь обвинить другого в том, что наших бьют, а наших бьют, потому что мы русские или мы латыши, одних забивают и так далее, другие являются несчастными жертвами истории. В результате все все друг друга объяснили, и как бы у нас получается такая патовая ситуация. Поэтому я знаю, что это очень незрелая мысль, но так или иначе деполитизировать Рижскую Думу нужно было бы. И понятно, что консенсуса на это не будет, потому что это до сих пор и ресурсы. Мы видим еще ошметки даже народной партии, которые рассеяны по всевозможным структурам коммунального хозяйства, они получают очень высокие зарплаты. Это не классовая ненависть или зависть, ничего подобного. Но так или иначе Рижская Дума является политическим органом, который использует партии для, скажем, пополнения своих ресурсов. Да, но здесь все-таки, мне кажется, очень важный момент, потому что их сейчас разгоняют в качестве... За основу взяли мусорный кризис, который, кстати, будем справедливы, большинство рижан не почувствовали. И это используют как такой информационный повод для того, чтобы инициировать Роспуск Думы. Далее Сейм уже рассматривает возможность пересмотреть срок полномочий Рижской Думы до пяти с половиной лет и так далее и тому подобное. То есть потому что там находятся те партии, которые не угодны правящему большинству в Сейме, начинается вот такая политическая игра. И народ или общество это принимает. Получается, можно делать все, что угодно. Можно принимать какие угодно законы. Можно изменять конституцию, так как хочется большинству, не учитывая интересы, скажем, других избирателей, других граждан Латвии, которые избирали ту же Рижскую Думу, можно на все это закрыть глаза. И, в общем-то, демократия, получается, уже не работает. Она начинает буксовать тогда, когда за основу демократии принимается этничность, этническое происхождение какой-либо группы. Именно то, что в Латвии катастрофически не хватает общего надэтнического политического пространства, пространства, где я, прежде всего, выходя из дома, не являюсь Янисом Берзинджем или Иваном Петровым, а являюсь гражданином Латвии. То есть, опять же, мы, по сути дела, натыкаемся на ту же самую проблему. У нас около 10% жителей Латвии являются зрителями. Они сидят дома, они слушают российские телеканалы, которые, конечно же, если мы посмотрим, особенно первый канал, это, в принципе, вопиющая форма и примеры фейков, которые, по сути дела, продолжают, скажем, советскую имперскую мифологию. И я это говорю не для того, чтобы кому-то подлизаться или быть праведным и лояльным. Нет, я один из тех, кто терпеть не может понятия лояльности, и никто из политической партии не нужны. Я не собираюсь ни баллотироваться, ничего подобного. То есть, на самом деле, это то, что я вижу и слышу, потому что это просто вопиет, что называется, вызывает к небу, насколько много там лжи. А мы сами эту ложь, по сути дела, производим и открываем другим достаточно много окон и дверей для того, чтобы создавать представление о пятой колонии, скажем, о зажатых, несчастных, страдающих русских и так далее. В результате у нас катастрофически понизилось количество тех, кто хотят стать гражданами страны. Что это означает? Это означает, что, по сути дела, демократия проходит мимо нас. Эта демократия как будто бы идет по каким-то, скажем, накатанным рельсам, она идет по, скажем, какому-то алгоритму, в котором все меньше и меньше людей участвует. Именно поэтому появляются всевозможные фантазии о том, что демократия — это этнократия, что демократия — это ложь, что демократия — это только сказки либералов для населения. И там дальше можно уже черпать просто бездонное, скажем, огромное количество мифов, касаемых демократии. Так вот, если в 30-е годы, в 33-м году Гитлер пришел к власти в Германии, а перед этим Муссолини в Италии, то, по сути дела, мы видим, что это не проблема демократии, это проблема участников демократии. Да, об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Сейчас нам нужно сделать паузу на несколько минут. Денис Ханов, Вадим Родионов, проект «Зима близко». Оставайтесь с нами, скоро вернемся и начнем принимать ваши звонки во второй части программы. Мы продолжаем программу «Зима близко». В студии в Риге работает Вадим Родионов. В Берлине на связи с нами профессор-культуролог и ведущий программы «Культ в рассвет» на радио «Болском» Денис Ханов, звукорежиссер Родион Золотарев. И у нас есть звонок, Денис, давай его примем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса. Да, Лариса. Вот я хотела что сказать. Вот что такое вообще демократия? Переводится «власть народа», да? Нам в Советском Союзе объясняли, что вся власть у нас принадлежит народу. Это тоже своего рода, можно сказать, демократия. У нас в Латвии демократия заключается только в том, что народ может голосовать. И то не и весь. А когда он проголосовал, кого-то выбрал, демократия кончается. Правящая партия кончается. Насколько я помню, прогрессы одно время там у них была. Они называли демократия, но скорее это была ахлократия. То есть, насколько я помню, это власть толпы. Так вот, по-моему, демократия в каждой стране своя. Спасибо. Да, спасибо. Вот не получается ли, что у нас власть толпы, кстати? Во-первых, я думаю, что наша радиослушательница несколько пессимистично относится к демократии. Дело в том, что после того, как произошли выборы, и мы вернулись с избирательных участков, у нас есть возможность продолжать дальше в этих демократических процессах. Например, два человека могут основать неправительственную организацию или НГО. НГО может, если оно в своем уставе, скажем, зафиксировало развитие демократии и целый ряд других вопросов, может даже получить статус организации общественного блага. Эта организация может, скажем, получить целый ряд скидок, условно говоря, привилегий от государства. Она может, допустим, подключить добровольцев для участия в проектах. Они могут получать проекты от фонда интеграции, от других фондов, социальных и так далее. Есть целый ряд конкурсов, где можно подавать финансы и реализовывать свои проекты. И так далее, и так далее. Можно участвовать даже на заседаниях кабинета министров, если представители неправительственных организаций. То есть, в принципе, я бы не согласился. Есть много возможностей участвовать. Можно собирать подписи, можно устраивать референдумы и так далее, и так далее. Вопрос, насколько сейчас они, скажем, затруднены. Но я думаю, что то, что касается Латвии, я хотел бы вернуться к моему тезису о, условно говоря, плохой демократии. Демократия хороша настолько, насколько хороши те, кто ею занимается. То есть, насколько они качественно выполняют свою работу. Я не говорю сейчас только о политиках, потому что они всего лишь наша проекция. Мы их сами выбираем. То есть, мы плохо выбираем. Начнем с того, что мы плохие избиратели. Во-первых, почти половина остается дома у телевизоров смотреть Netflix или копаться в огороде, в зависимости от того, когда происходят выборы. Вторая половина, и, как правило, это достаточно оголтелые либо националисты, либо люди, которые, в принципе, открыты право радикальным идеям. Потому что у нас национальное объединение со своими абсолютно пустыми лозунгами сохраняется уже почти 30 лет у власти. А это та половина, которая гиперактивна, потому что, собственно говоря, им очень хочется, чтобы мир был правильный, ясный, четкий и простой. А мир не простой. И мир никогда простым не будет. И объяснения демократии всегда сложны. Но самое важное, мне кажется, достаточно просто. Демократия — это мы, это через нас. Это не без нас. И я уже сказал, что есть целый ряд возможных, скажем, форм участия. Прежде всего, я опять начну с небольшой рекламной паузы. Становитесь гражданами и меняйте это государство. Пожалуйста, вам много не нравится, вас от многого мутит. Пожалуйста, вперед. Становитесь гражданами и решайте эти вопросы. Так вот, слабая демократия 20-х годов в Веймаре, в Веймарской республике, а сейчас в Германии как раз последние два года, очень много выставок, дискуссий на тему, о самом деле, неудавшаяся демократия в Веймарской республике. Так она была неудавшейся не потому, что она была, а потому, что она была слабой. Потому что население не имело опыта политического образования, если хотите, просвещения. Общество боялось, общество было запугано, оно было нервным, оно было истеричным, так же истеричным, как и наши избиратели. Да, давай еще звонок. Примем у нас на линии слушателей. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Алексей. Да, Алексей. Знаете, вот нашему гостю как-то хочется все-таки сказать, чтобы он тоже сильно не передергивал возможности так называемой демократии в нашей стране конкретной. Мол, получаете гражданство и голосуйте. Я гражданин, другие неграждане. Даже если все неграждане вдруг получат гражданство, представим такой гипотетический случай, пойдут проголосовать, скажем, за какую-нибудь партию, которая как бы, им кажется, угрожает их интересы, то при нашей конституции, при нашей устройстве все равно соберется десяток маленьких партий, которые получат по 5-3% или сколько там будет минимальный проходимый порог, и все равно это не те партии, не допустят власти, что у нас многократно происходило. То есть это при нынешней системе, это никакая не демократия, это просто система, которая позволяет вот так манипулировать, как бы прикрываясь возможностями народа. Это все лишь один из нюансов. И не надо передергивать, что если все пойдут и приемы гражданство, здесь что-то поменяется. Здесь ничего не поменяется, потому что эта страна находится под внешним управлением, в частности Америки. Спасибо. Спасибо вам. Денис. Да, спасибо. Ну, мне трудно комментировать по поводу внешнего правления Америки. У меня просто нет для этого информации. Она, видимо, есть у радиослушателя. Насколько я помню, еще, по крайней мере, сегодня утром мы были в составе европейского сообщества, где наша страна все-таки является национальным государством в составе наднационального союза, куда мы добровольно вступили. Но, видимо, у меня не хватает какой-то актуальной информации. Что касается участия в демократии, да, ясное дело, что, скажем, старинная традиция маленьких партий в Латвии всегда приводит к коалиции. Но, с другой стороны, я думаю, что коалиция – это не всегда плохо, потому что это все-таки так или иначе компромисс, диалог различных интересов. И в какой-то степени, как бы это странно ни звучало, именно эта коалиция так или иначе косвенно охраняет демократию именно как плюрализм. То есть, понятное дело, что в парламент попадают в основном право-радикальные партии, и к ним я, кстати, как это странно ни звучало бы, может быть, мог бы перечислить и согласие, потому что они, в принципе, с точки зрения меньшинственного дискурса, или, условно говоря, русского, или русскоязычного дискурса, но они следуют тем же самым принципам, какие исповедуют, как я уже неоднократно говорил, национальное объединение, единство и так далее. И у нас вообще нету левых партий. Потому что агенда или, условно говоря, политический список тем левых партий, зеленых и так далее, которых, условно говоря, можно отнести не к правому блоку, у нас вообще это отсутствует. Права человека, феминизм, равноправие полов, ЛГБТ, экологические какие-то другие темы, и прочее-прочее, мигранты, беженцы, это вообще все отсутствует. А это классический набор левых, скажем, партий и социал-демократов. Поэтому этого мы не увидим и у Саскани. Откройте их, они в основном работают на таком, по моему мнению, смешении православия, русскости, народности и обиженных национальных меньшинств. Это то, на чем они строят, собственно говоря, свою политическую идентичность. И видно, что они сейчас распадаются, они разваливаются. Я считаю, что это хорошо, потому что они, в принципе, не несут никакой пользы для единения латвийского общества. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, коротенькое уточнение еще раз. Я, значит, не согласен, я полностью поделюсь, что им надо распасться. Это партия, которая канализирует русский электорат, совершенно не защищая его интересы. Это естественно. Да, к сожалению, у нас именно нет радикальных русских партий в достаточном количестве и с достаточной поддержкой избирательства. И главная беда нашей Конституции, то, что там должно быть записано автоматическое предоставление права формирования кабинета министров партии, получивших большинство голосов на выборах. И это касается не только согласия, а любой партии, если бы она получила. В этом беда. И это не демократия. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что это можно прокомментировать следующим образом. Если вы видите в Конституции, по вашему мнению, какой-то, скажем, изъян, какой-то недостаток, в данном случае вы говорите вот как раз о автоматическом предоставлении права формировать правительство партии, которая выиграла на выборах. В демократическом государстве изменения Конституции не могут быть кулаком по столу или дубиной, или арестом парламента и введением комендантского часа. Я надеюсь, вы со мной согласны. Или то, что произошло в Эймарской республике в начале 30-х годов, после того, как горел Рейхстаг, значит, там введение особого положения и так далее. Это не выход. Это прямой выход в диктатуру. То есть это мы отвергаем все, потому что я надеюсь, что нам всем важна свобода и плюрализм. Именно потому мы можем сегодня друг другу звонить и не соглашаться. Такова суть, как бы, эссенция демократии. Так вот, если вас интересует другая версия, скажем, формирования правительства, пожалуйста, действуйте согласно рамкам Конституции, в том смысле, что вы свободны создавать партию, которая может называться «Те, кто выиграли, те и создают правительство». Пожалуйста, у вас есть возможность зарегистрировать эту партию, если в уставе есть демократические принципы, и они не противоречат Конституции и демократии. Вперед! Пусть эта партия набирает голоса, пусть она приходит триумфально в Сейм, и пусть меняет Конституцию. То есть, по сути дела, мы должны понять, что Конституция и демократия не являются, скажем, таким автоматом в киоске, где мы можем получить либо пачку сигарет через две минуты, либо чашку кофе, нажав правильную кнопку и добавив туда сахара или молока. Нам придется долго, муторно, через обсуждение, через консенсус, через несогласие, через неправильные коалиции, через вторую, третью, пятую, десятую попытку выходить на консенсус о том, что что-то нужно менять. Но для этого нужно максимальное участие всех жителей страны. А я еще раз говорю, самая большая опасность для европейской демократии, и латвийская демократия, хотя и молодая, но является частью европейской демократии, это то, что в стране все больше и больше зрителей демократии, а не участников. Именно поэтому те, кто участвует, вполне легко, без особого напряжения сил, могут проводить право радикальную агенду. И, например, то, что я наблюдаю здесь, в Германии, это попытка создать нечто новое на основе демократических ценностей, и отнюдь не на основе немецкой культуры и фольклора. Немецкий язык является общим, связующим между различными культурами и общинами в Германии. Немецкая культура здесь является синонимом европейской демократической либеральной культуры. Она не является «давайте танцевать и петь немецкие песни». Очень много партий и политиков критикуют так называемую «light kultur» или доминирующую культуру. Например, совсем недавно были некоторые эксцессы в Баварии, в том смысле, что интеграционный закон содержал некоторые моменты, которые не считаются принятыми в конституционной культуре Германии. Им придется переработать этот закон. Но в любом случае немецкая политика и политическая элита четко и ясно показывают, что немецкие ценности, которые должны быть предложены мигрантам, это прежде всего ценности свободы, демократии. А уж потом, если хочешь в Мюнхене праздновать пивной фестиваль и одевать кожаные шорты, сколько угодно. Но прежде всего ты становишься активным гражданином, ты знаешь немецкий язык, ты этот язык получаешь в школе. Параллельно то, что, к сожалению, отсутствует в Латвии, то, что нам остро необходимо, здесь в Германии очень развито понятие политического образования, политишебильдинг. Так вот, это политишебильдинг является ничем другим, как просвещением, политпросвещением. Не, скажем, ничем-то, что пахнет, скажем, советским периодом, когда была, я знаю, политинформация. Нет, речь идет о том, что немцы сами учатся, как постоянно быть хорошими демократами. Что означает, когда люди не идут на выборы? Какой риск, если люди используют язык ненависти? Хейт-спич. Что означает, если люди готовы прислушаться к праворадикальным, скажем, каким-то лозунгам? Что означает поддельные новости, почему они опасны, как их распознать? То есть люди постоянно учатся быть гражданами своей страны. И я считаю, что нам в Латвии необходимо на государственном уровне создавать, может быть, даже в рамках фонда интеграции, создавать новое направление, политическое образование. И оно здесь не навязывается, оно было создано в 50-е годы, когда было необходимо деноцифицировать общество. Потому что, я еще раз напомню, любой диктатор, это не просто появившийся откуда-то из табакерки, а диктатор это наше собственное порождение. Да, ну посмотри, Наурис Пунтулес в интервью Домбурсу как раз говорил о том, и отвечая на вопрос Домбурса, нет ли в его речах, в его действиях каких-то элементов нацизма. Он там говорил о том, что, может быть, они, конечно, и есть, но они не представляют пока угрозы. И он на эту тему говорил со спецслужбами. То есть у нас министр культуры фактически этого не отрицает. И он говорит, у нас особая ситуация, не такая, как в других странах. У нас был период советской оккупации и так далее, и тому подобное. И, соответственно, можно это все оправдать. Я слушаю нашего министра, который не знаю, о чем министр культуры консультируется со спецслужбами. Это другой вопрос. Это тоже очень интересно, мне кажется, потому что кажется, это не совсем смежные отрасли, скажем, наши силовые структуры и Министерство культуры. Но, тем не менее, и это нормально. И я не вижу слов осуждения. Я не вижу, чтобы кто-то сказал, господи, что мы несем вообще в современном демократическом обществе, почему этот человек говорит такие вещи. Можно говорить о том, что мы хотим, чтобы русский язык перестал быть самодостаточным, мы хотим, не знаю, сделать вам плохо, чтобы вам не было хорошо и так далее, и тому подобное. И все это принимается, и никто не встает на защиту. И большинство, которое, допустим, ты говорил о том, что это такая этническая составляющая у нас важна. Ну, меня вроде не касается, и нормально. Но мы же в Евросоюзе, мы страна, которая называется о демократии, мне кажется, опять же, очень субъективно, что в 90-е, начале 2000-х Латвия была более демократической страной, чем сейчас. Я с тобой согласен. В начале 90-х, скажем, мы все еще дышали воздухом конца 80-х. Ну, как бы я дышал им по телевизору и слушал, что говорят мои родители, мне тогда было там 14-15 лет. Но не в этом дело, дело в том, что я провел 90-е и начало 2000-х как раз в этом ощущении того, что мы движемся к тому самому столь желаемому нами Западу, потому что Запад есть свобода и демократия. А так как я, условно говоря, космополит, хотя на самом деле на космополитов всегда смотрят косы, я недавно нашел один текст еще до французской революции. Один французский писатель написал, что космополит это чудовище, что он покидает свой город или свою страну и является предателем, мутирует и так далее. Так что это на самом деле отнюдь не хрущевский тезис, это еще в 18-м столетии люди говорили. Но не в этом дело, дело в том, что все то, что ты упомянул, как раз и является симптомами нашей болезни. Если что-то звучит в латвийском пространстве, что-то, что является угрозой для демократии или, по крайней мере, ставит ее под вопрос, то в Латвии это прежде всего взвешивается на весах так, кто сказал? Окей, хорошо, министр культуры Латвии. Кто за ним стоит, выдвиженец, какой партии он, национальное объединение. Значит, по сути дела, если ты, условно говоря, правоверный латыш, в очень таком классическом, хрестоматийном, скажем, пресловутом варианте, то ты должен как бы тихо снести это, потому что, ну, какой-никакой, а все-таки наш. Работники культурной сферы могут иногда, условно говоря, у виска что-нибудь там покрутить и подумать, господи, да что это такое, что за кошмар. Но так или иначе, в конце концов, все-таки во многом выигрывает именно принадлежность этническая. И это как раз очень большая угроза для демократии, потому что, в принципе, если министр культуры что-либо такое говорит или, например, упомянутый нами профессор о латышском языке и русских школах, то, условно говоря, против него возмутиться должны были бы люди вне зависимости от этничности. Сейчас посмотри, что происходит, слабые попытки президента Левита хотя бы немножко поменять словарь. Если мы все время говорим о циттаутеше инородце, то он как бы выдвигает некоторую такую лингвистическую революцию, лыцтаутеше, то есть соотечественники, по сути дела, да, если мы переведем это. То я вижу в комментариях в том же Фейсбуке от людей, которых я считал умеренными, сбалансированными людьми, скажем, европейской культуры, путешествующими по всему миру, я вижу реакции по принципу «Ой, что-то запахло социализмом, что-то мы сейчас опять будем возвращаться к насильному, к насильной дружбе народов там и так далее, и так далее, и ко всяким там красным лозунгам». То есть такая бурная реакция происходит, а еще ничего даже не началось. Но на самом деле менять словарь очень важно, потому что, условно говоря, как ты назовешь человека, такой ты, как бы, и такое отношение ты будешь проецировать на него. Здесь, в Германии, например, очень важно, что люди говорят о соотечественниках, а люди говорят о немцах, допустим, с так называемым мигрантским, ну, скажем, культурным бэкграундом. Но это не оскорбление, это как раз подчеркивание тех особых нужд. И сейчас, например, в Германии идет очень серьезная дискуссия, и мне выпадает честь участвовать в ней время от времени, о том, как можно обновить политическое образование, чтобы мигранты, потому что здесь как бы этнических меньшинств почти нет, за исключением нескольких маленьких народностей на севере Германии и там на границе с Данией, как можно подключить этих людей к участию в стране. Совсем недавно был очень интересный репортаж о том, как русскоязычные служат в немецкой армии, о том, какие там существуют иногда стереотипы. И недавно была дискуссия, которую проводили на очень высоком политическом уровне с таким как бы вопросом, кто будет президентом страны через 10 лет, Людмила, Усам или Мурат? То есть что-то подобное в латвийском обществе, просто, как говорят, латыши не едумая, просто невозможно додуматься до этого. А здесь серьезно говорят о том, что это и есть одна из форм участия и принадлежности. То есть это не всегда будет Янис Берзинч президент. Может быть это будет Вадим Родионов, или через 10, если ему надоест работать на балкон, и он захочет пойти в политику, я помню, ты говорил, тебе предлагали. Не предлагали, но мне неинтересно. Тебе неинтересно, а вдруг когда-нибудь будет интересно? Может быть, никогда не говорю, никогда ты говорил. Таким образом, здесь в Германии превращаются в слова те понятия, и они озвучиваются в публичном пространстве, которые доводят до общества новый месседж, простите за англицизм. Месседж такой. Мы все в Германии являемся немцами, сохраняя свои уникальные этнические, культурные, языковые возможности. Мы все свободно говорим на немецком языке, мы с этим языком участвуем в политике. У нас нет преград, а если они есть, то они на законодательном уровне исчезают, стираются. Мы постоянно учимся быть демократами, именно поэтому мы стабильны, и мы можем реагировать четко и жестко на право-радикальные дискурсы. Я вижу, насколько четко, последовательно демократические партии отвергают АФД. Вот пишет нам наш радиослушатель Улдис, он написал, я с латышского сразу переведу, в Латвии нет латышской общины, латыши в Латвии это Пама Таутеба, основная нация, так же, как и Ливы, другие народы в меньшинстве, которые можно назвать общинами. Вот такой комментарий. На самом деле здесь он скорее процитировал опять ту же конституцию, и в данном случае я согласен, но так или иначе, хотим мы этого не хотим, и можем латышей назвать этническим большинством. Можно там основная нация и так далее, это уже как бы правильная юридическая лексика, и против нее никто как бы не возмущается. Речь идет о другом, о том, что в культурной практике, в быту, в ритуалах, в политических действиях, во мнениях, в воззрениях. Так или иначе, у нас существует именно вот тенденция к закрытым общинам. И неважно, что там написано в Конституции, к сожалению, наша Конституция так часто открывается политикам и политиками для их нужд, что она потеряла во многом свой, ну мне кажется, такой символический статус и свою роль. То есть, если что-то надо дописать, то можно открыть и, например, создать ту же уже пресловутую преамбулу. Так как время наше подходит сегодня к концу, я думаю, что основной тезис это то, что демократия настолько хороша и действенна, насколько мы сами в состоянии учиться быть демократами. Я думаю, что, может быть, мы могли бы в следующий раз поговорить как раз о том, а можно ли создать это новое явление со граждан, то, о чем говорит президент Левит, или вернее, он только начал об этом говорить и уже столкнулся с бурными реакциями и протестами. Я думаю, что язык очень много может поменять в политическом дискурсе. Еще один важный вопрос, конечно, ответственность политиков за то, что они говорят. И, к сожалению, то, о чем ты говоришь, и наш министр культуры, который у меня вызывает скорее, скажем так, я его характеризую так, как я недооценивал предыдущего министра. Да, все познается в сравнении, наверное, так можно сформулировать. Я пытался быть, насколько возможно, корректным. Да, ну что ж, спасибо, Денис Харнов, профессор, культуролог, ведущий программы «Культпроцвет» на прямой связи с нами из Берлина. Меня зовут Вадим Родионов. Программа «Зима близко» подошла к концу. Всего доброго и до свидания. До свидания. Продолжение следует...